Динамику тела На что способна простая практика? Это помогло миллионам людей. Являются ли пищевые аллергии приобретенными? Или это врожденный недуг? Существуют ли практики для преодоления пищевой аллергии? Аллергия проявляется по-разному, но одна из самых распространенных форм – это сыпь на коже или поражение органов дыхания, которые подвержены ей больше всего. Это либо кожные заболевания, либо воспаление дыхательных путей и затрудненное дыхание. Нам нужно понять следующее. Все это – пищевая аллергия. Если у вас аллергия на какую-то химию, это другое дело, но это аллергия на пищу, то есть я могу употреблять этот продукт, а вы нет, или наоборот. Вот о чем речь. Известно, что некоторые виды аллергии передаются от родителей к детям, но это редкость. Отдельные виды аллергии передаются по наследству. Если у родителей есть аллергия на что-то, у детей она тоже будет. Аллергия – это, по сути, реакция организма на некие вещества. В наше время их выявляют. Люди сдают бесконечные пробы на один аллерген за другим. Разве это не безумие? Это безумие так поступать. Если вы оказались в беде и вынуждены делать безумные вещи, это другое дело. Так как же справиться с аллергией? Главное, что тело чему-то сопротивляется, понимаете? В йоге мы ищем именно то, что внутри вас не любит определенное вещество. А лопатическая система отличается тем, что она пытается выявить в пище само вещество, вызывающее аллергию. Мы ищем внутри вас то, что вызывает сопротивление определенному продукту. Ведь это еда, а не яд. Есть множество практик. Шамбови избавила от аллергии многих, хотя это и не является ее предназначением. Если вы хотите заняться этим, то Шакти Чалана Крия – отличный метод. В течение 6-9 месяцев мы сможем решить проблему аллергии. Очень мощная практика Капалабати может устранить 60% проблем. Аллергию можно снизить на 60% во всем мире. Если обучить людей правильной системе Капалабати. Капалабати означает, что ваша энергия нагревает Капалу. Капала означает вот эту часть черепа. Ваша энергия должна ударить в потолок. Если вы делаете Капалабати, потеть должна только макушка. Пот должен выступать только здесь. Тогда вы выполняете Капалабати правильно. Правильное выполнение Капалабати избавит вас от аллергии на 60-70%. С остальным вам нужен специальный подход. Что насчет детей, у которых аллергия? Аллергия на родителей – это абсолютно нормально. Когда дети младше 7-8 лет страдают от аллергии. Это, мне кажется, очень распространено в Америке. Но становится привычным и в Индии. Один из способов избавить ребенка от аллергии – это исключить из его рациона молоко. Может быть, это аллергия не на молоко. Но оно во многом способствует аллергичности. Вы крадете молоко у другого животного и пьете его. За это вас ждет расплата. Детям можно давать молоко максимум до 2,5-3 лет. После этого коровье молоко им совсем не нужно. Вы пьете даже не коровье молоко. Вы не знаете, какое именно молоко вы пьете. Оно от миллиона разных животных. Это молоко смешано. Самый безумный способ потребления считается современным и научным. Не вижу в этом ничего научного. Вы пьете молоко миллиона коров. Смешанное буйволиное и коровье молоко. Есть ли в вас хоть капля здравого смысла? Грудной ребенок нуждается в молоке своей матери. Затем молоко ему больше не нужно. Если с раннего возраста ввести в рацион ребенка достаточный объем чечевицы, бобовых и орехов, то вы увидите, что дети вырастут очень здоровыми. За исключением каких-нибудь травм. Я не помню, чтобы я водил свою дочь к врачу. Не помню. Такого никогда не было. У нее была всего пара травм. И тогда я вел ее к врачам. А так я никогда не обращался к доктору. Потому что все решалось питанием. Вот и все. Если у них появится определенная любовь к фруктам и овощам с раннего возраста, став взрослыми, они не будут любить всякую всячину. Если у детей аллергия, сразу исключаем молоко. При сильной аллергии также мясные продукты. В легких формах это не обязательно. При сильной аллергии исключите мясные продукты. Давайте больше овощей, свежих фруктов. Тело настроит себя само. Если дети начнут практиковать йогу в раннем возрасте, простую практику сурья-крия или сурья-намаскар, это изменит динамику тела настолько, что будет казаться невероятным. Вы просто не поверите, на что способна простая практика. Это помогло мне и миллионам других людей.